Праздники закончились. Позади даже старый Новый год. Пришла пора убирать новогодние елки. Для тех, кто обзавелся искусственной красавицей, вопрос решается предельно просто. В коробку и до следующего года. А вот любителям живых деревьев придется озадачиться. Как утилизировать праздничное дерево? В общий контейнер для мусора нельзя. А сжигать опасно. Наш корреспондент выяснил, куда пустить елки на палки в Тверской области без ущерба для окружающей среды. Перед теми, кто предпочитает на Новый год ставить живые ели, в середине января встает вопрос. А куда девать успевшее подсохнуть дерево? Кто-то решает проблему кардинально и безответственно. Выкидывают прямо из окна. Однако десантирование елок таким образом попадает по действию Кодекса административных правонарушений 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Если камеры зафиксируют нарушителя, придется выложить штраф до 1000 рублей. Но есть же быстрый и законный способ избавиться от символа Нового года — вынести в контейнер. Но и это нужно делать по правилам. В Твери в этом году для этого установлены специальные бункеры-накопители. Вот такие контейнеры-бункеры установлены исключительно для сбора отслуживших новогодних елок. Но почему-то, приехав на одну из точек, мы обнаружили, что в контейнере обычные бытовые отходы, а елки складируются где-то рядом. И уже успели превратиться в сугроб. В Твери специальные контейнеры установлены на улицах Волынской у дома 65, транспортный у дома 4 и на улице Головинский вал рядом с домом 7. Подобные стоят в Осташкове, Кимрах и Конакова. Пока региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами вывез всего несколько заполненных бункеров. А если поблизости такого контейнера нет, то алгоритм действий такой. Мы рекомендуем складировать елки просто в отсеке для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках или ставить рядом с территорией площадки. Призываем ни в коем случае не складировать их в обычные контейнеры, так как при погрузке в мусоровозы может повредиться прессовочный механизм специализированного транспорта. И также от тяжести дерева может повредиться сам контейнер. Бункеры будут стоять до конца января. Увы, ну такова судьба новогодней елки. Росла несколько лет для того, чтобы на нее на несколько дней повесили игрушки и отправили на опилки. Но те любители нутралистичности, у кого с фантазией все в порядке, пускают дерево на хозяйственные нужды. Поделки для дома, когтеточки для животных, банные веники, варят мыло и даже удобрения. Интернет полон лайфхаков. Было бы желание.